Золотая свадьба знаменует собой полувековой юбилей супружеской жизни. Прожить вместе долгие годы – большое счастье, но вместе с тем и великий труд. Ведь в течение 50 лет идти по жизни плечом к плечу, преодолевая трудности и радуясь каждому счастливому дню, способны немногие. Ко дню семьи, любви и верности мы хотим вам рассказать про счастливую супружескую пару, прожившую в любви и согласии долгую жизнь. Надежда Павловна и Александр Сергеевич Фильченко прожили вместе полвека и доказали друг другу взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. Как начиналась золотая история семьи, познакомил наших героев случай. Они встретились в 1973 году и до сих пор хорошо помнят ту незабываемую встречу. Передо мной была моя судьба. Мы познакомились. Я приехала из Туркмении, там отрабатывала. Тогда же такое было. Училась там и отрабатывала. Приехала сюда, работала изначально в элите, у нас места не было, в больнице на Тырбовской. Там же у нас была большая больница и хирургия была, гинекология была. Очень большая больница была. Ну и пришла же Новый год и он там был. А я на скорой работал. А я же не знала, кто он. По школе вместе учились в одной школе, но я его не знала. Он на два года старше был, я как-то не обращала внимания. Я жила на этом краю. А потом, когда я в элите два месяца поработала и перешла в Натырбовскую больницу в марте, мы отмечали 8 марта. И он устроился меня провожать. Ну и как бы так вот потом стали вместе работать в смене в одной, дежурство одни. Я медсестрой, он с шофером на скорой помощи, но мы тогда и медсестры обслуживали вызова и на вызова вместе ездили. Время веселое было, хорошее и доброе. Ну а потом так вот подружили-подружили и в итоге без родителей пошли, подали заявление натихую. И потом уже поставили перед фактом родителей, что вот так и так мы решили пожениться. И все. И пошла-поехала. Родители нам купили, сказали, говорит, вам делать свадьбу или же купить домовладение. Ну, естественно, мы захотели просто жить отдельно. Нам купили, ну а потом мы уже все это обустраивали потихоньку для себя. Раньше хотели мы и дом большой, огромный. А потом, говорю, хорошо. А потом, говорю, слава тебе, Господи, что у меня маленький и небольшой домик, потому что это все надо было. Раньше говорили, жизнь прожить, не поле перейти. Много было трудностей в жизни семейной пары, но вместе все смогли переодолеть. Как прошли эти 50 лет, в чем секрет долголетия супружеской жизни, мы спросили у Читы Фильченко. Тяжело были моменты, гостем не проживешь, у каждого это в семье случается. И в любой семье бывает и хорошее, и плохое. Но мы справились, да, Саш? Да. Справились. Тяжело было. Пошли, обвенчались к батюшке Михаилу, Царство Небесное. Хороший был батюшка. И вот после этого, слава тебе, Господи, были, да, были тяжелые моменты, но ничего, справились мы, все хорошо. Полвека вместе. Супруги говорят, что незаметно время пролетело в труде и заботах. Конечно, в их жизни, как и у каждого, бывало всякое. Для взаимного счастья считают они достаточно понимания, согласия и терпения. Супруги признаются, что по-прежнему остаются друг для друга лучшими советчиками, самыми близкими людьми. Правила, наверное, доверия, скорее всего, друг к другу. Вот это вот больше всего. Про любовь говорить, ну как, ну если бы мы не любили, мы бы не жили, наверное, да, Саш? Ну как. Так, а? Судьба. Судьба. Наша судьба такая. Что же для супругов является источником радости и вдохновения жизненной энергии? Это, конечно, их дети и внуки, ради которых, говорят, они и стоит жить. Фундаментом успеха в воспитании детей и внуков Фильченко считают постоянный труд. А пример трудолюбия и уважения друг к другу подавали им они, родители. Воспитывали так же, как и нас воспитывали родители. Тоже у нас сын, он знает историю хорошо, он знает, он любит вот народные песни больше, чем вот теперешнюю, ну ему уже под 50, понятное дело. Он любит то, что мы любим, и он любит смотреть и фильмы советские, любит он и про войну, смотреть отечество, и он также передает своим детям. У нас и внуки воспитаны так, как положено воспитывать, вот именно к любви, вот к родине, к России. Ну, мы же говорили, вот рассказывали, как мы жили в Советском Союзе. Вот уже 23 года, да, и это ради внуков мы живем. На море их возим, кругом, куда таскаем, в горы, в Дамбай были, в этом Архизе были мы, на Никитских водопадах, Гуамское ущелье, ну кругом. Кругом я возила, благодаря тоже вот моей сестре Наталье и мужу, ее царство небесное Володе. Мы, все время я с ними ездила, они брали, я горы люблю больше, чем море, потому что там воздух свежий. Первый раз я после инфаркта поехала, да, с Сашей тогда в Дамбай, и вы знаете, вот этот свежий воздух, кислород, у меня прям грудь аж распирала от этого воздуха. Это такая красота, это вообще, не знаю, благодать просто Божья. Стала в храм ходить, вот после смерти папы, как бы к Богу пришла, сначала ради мамы ходила, а потом и мама умерла через 4 года, и вот так вот стала ходить, веровать в Бога. Нам Господь помогает жить. Сейчас Надежда Павловна и Александр Сергеевич на заслуженном отдыхе. Летом занимаются огородом и садом, осенью делают заготовки. Александр Сергеевич с большим удовольствием ходит на рыбалку. Со здоровьем у супругов бывает всякое, но несмотря ни на что, они справляются с любыми болезнями, всегда вместе, всегда сообща. Старшее поколение с большим трепетом относится к раку в сравнении с нынешним. В чем причина, на Ваши свидания? Ну, наверное, мы больше ценностей вот эти вот семейные храним, традиции семейные, понимаете? Ну да. Скорее всего, вот что мама учила нас, вышли замуж, женились, живите. У меня семья большая была, 6 человек нас детей было, двое братьев и 4 девочки. Но трое уже ушли из этой жизни, нас вот три сестры осталось, вот. И мама всех учила жить. Вышли замуж, это один раз и навсегда. Поэтому мы их храним. Вот поэтому и трудности нам было легче переносить, потому что я знала слова мамы. И он тоже. Он женился и все, сказал, что вот я никуда не уйду и все. Я же говорю, в жизни гостем не проживешь. Вот просто. В семье. Все бывает. Это каждый и любой человек подтвердит. 50 лет – это продолжительное время, и оно пролетело быстро. Но в памяти хранятся только счастливые, светлые моменты жизни, оставляя за своей гранью трудности и проблемы, которые с честью преодолевали вместе. Не зря же символ этого праздника – золото, драгоценный металл, символизирующий вечность и значимость. Именно на примере таких людей, как Александр Сергеевич и Надежда Павловна, молодое поколение знает о том, что такое традиционные семейные ценности, терпение и взаимоуважение, что, бессусловно, способствует духовно-нравственному развитию молодежи. Чтоб они доверяли друг другу. Любовь, она приходит и уходит. Потом как бы привычка, что ли, остается. Ну, это действительно. Просто роднишься уже, настолько проникаешь друг в друга, что мы считаем, что мы это одно уже целое, да, Саша? Так. Как бы, ну, тут уже про любовь как. Ну, да, любишь его, но все время говорить постоянно «я люблю тебя, я люблю тебя». Просто нужно показывать друг другу, что ты не можешь жить без него, а он без тебя жить. Вот я считаю так, да? Ну, правильно, так она есть. И уступать друг другу. И уступать. Бывает тоже и сейчас там что-нибудь вот заработался. Я говорю, да хватит тебе работать, уже жара такая, ты копаешь картошку. Иди, ну, начинается вот это вот. А я ж из-за чего? Боишься, переживаешь, все равно возраст уже, да? И переживаешь уже друг за друга. Не каждый человек доживает до золотого юбилея. Не каждый. Мои родители не дожили 4 года до золотого юбилея. И многие, я же вот знаю и мои одноклассницы, у меня мороз даже по коже идет, потому что... Не, а нам вот слава Всевышнему, что он нам вот это позволил это сделать. Вы знаете, вот просто я благодарю Бога за то, что у меня есть сын, как мы не хотели еще детей. Ну, Боженька распорядился так, что на старости у нас теперь шестеро детей. И еще плюс правнуки. И слава Богу за все. Вот честное слово. Вот от души просто я благодарю Бога каждый раз. За каждый... Вот слава тебе, показавшему нам свет. Каждое утро говори. Каждое утро говори слова благодарности за каждую минутку прожитую. За то, что Господь дает нам пищу, за то, что друг друга дал нам. Поэтому я только вот надеюсь на Бога и знаю, что Он нас любит. И поэтому мы живем вместе.